Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. В своих влогах я часто говорю, дорогие зрители, в какой бы стране вы ни проживали, не бойтесь карантина, потому что кажется, на самом деле, невозможным жить заперти, невозможно, когда тебя лишают, ну, практически даже с твоего согласия этой пресловутой свободы передвижения. Кажется, что на самом деле жизнь твоя поменяется очень сильно, но тем не менее, в общем, только к всему можно привыкнуть. Сегодня я расскажу вам о тех вещах, которые я не учла, как человек, конечно же, без опыта, живущий сейчас в достаточно строгом карантине. Я нахожусь в регионе Венута, который, скажем так, Т-3 на месте по серьезности ситуации с вирусом. И хочу рассказать вам, к чему, возможно, стоит приготовиться, к чему, возможно, по большому счету, как мы говорим по-русски, соломку где стоит подстелить, потому что никто не знает, в какой ситуации окажемся мы завтра. Потому что очень многие, потому что очень многие могут оказаться действительно в ситуации, в которой оказались граждане Италии, когда карантин, ну, практически изо дня в день ужесточался, правила становились все более и более строгими. Первая вещь, которой я была совершенно не готова, и когда я осознала, что это может вообще значить для меня лично, это зубная боль. Это зубная боль. Я на самом деле знала, что у меня есть зубы, даже рассказывала об этом, что я сладкая по этой причине и ем, потому что я тут же чувствую, как у меня начинается зубная боль, но не в момент, когда я ем что-то сладкое, а через несколько дней. Но могу сказать, что, конечно же, если бы я знала, что практически на месяц, возможно, и дольше я окажусь без своей стоматологии, без докторов, к которым я привыкла, без докторов, которые знают всю мою историю болезни, каждую неделю нам присылает клиника, в которой мы обслуживаемся, вся наша семья, оповещение о том, что и следующую неделю клиника останется закрыта. Так вот я вам честно могу сказать, что я, скорее всего, все-таки бы отправилась к доктору и, наверное, бы запломбировала те два зуба, которые больше всего меня беспокоят, потому что, как человек, который однажды столкнулся с зубной болью, когда ты принимаешь обезболивающее и ждешь, 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 ждешь понедельника, чтобы оказаться в стоматологическом кресле, а напротив своего любимого стоматолога. Я, например, знаю, что это такое, я также знаю, насколько ты нуждаешься именно в быстрой помощи в данном случае, и вот куда сейчас обращаться, если честно, я не могу себе представить. Соответственно, если у вас есть какие-то проблемы с зубами, которые, возможно, вам было рекомендовано разрешить в ближайшее время, имейте в виду, что даже в стоматологической клинике могут закрыться, все, опять же, зависит от жесткости карантина, в котором вы гипотетически можете оказаться, и это, в общем-то, может иметь печальные последствия для, ну, в общем-то, я думаю, мы все понимаем. Вторая вещь, совершенно точно могу посоветовать всем запастись наличностью, в особенности жителям, которые живут в европейских странах. Я много раз рассказывала, что здесь ограничивает хождение наличности, это связано с очень многими причинами, и сегодня я столкнулась с тем, что банкомат мне не выдал деньги, ту сумму, которую я хотела снять, ту сумму, которую я совершенно точно знаю, я могла бы снять. Но я также говорила во влоге, он скоро-скоро выйдет, что, например, однажды в городе Прибрежном мы тоже столкнулись с ситуацией, где, видимо, было очень много запроса на съем наличности, потому что были туристы, очень много туристов из Германии, например, и, соответственно, был единственный банкомат рядом, и на нем тоже было остановлено ограничение наличности, просто потому что этой наличности физически не хватало. Соответственно, я бы порекомендовала, на самом деле, запастись наличностью также, учитывая то, что возможны все-таки некие сбои с банковской системой, возможны эти сбои, потому что очень много банковской системы, точнее, операций сейчас проводятся при помощи софта, обеспечения и, соответственно, нет сейчас той скорости обновления и решения проблемы, решения определенной задачи. Кстати, очень многие блогеры столкнулись здесь на Ютубе также с той ситуацией, что определенные вещи, которые раньше на Ютубе, определенные накладки, которые совершались, точнее решались очень быстро, сейчас на это требуется больше времени, потому что просто меньше специалистов, очень многие, да, отправлены в карантин по всему миру. Поэтому та же самая ситуация, гипотетически может случиться и в том, что касается, скажем так, денежных средств, которые мы имеем прежде всего в каком-то таком виртуальном выражении на картах, что называется. Немножко денег в руках, это всегда, всегда более надежно. Дорогие зрительницы, гинеколог, это то, опять же, как и в случае с томатологом, к чему, к визиту которого, наверное, визит к которому не стоит откладывать, если вы знаете, что определенные сложности, определенные проблемы со здоровьем имеются, потому что, да, все клиники закрыты, в том числе и все студии, где принимают гинекологи, они закрыты, поэтому если имеется какое-то воспаление, если что бы то ни было у тебя произошло, в общем-то, ты либо можешь здесь и сейчас обратиться к своему доктору, который направит тебя в госпиталь и так далее, и так далее. Я сейчас говорю, прежде всего, о частных практиках, которые сейчас не практикуют. Соответственно, гинеколог, это, опять же, каждая женщина сможет оценить ситуацию, в которой она находится, но если визит был запрограммирован на какую-нибудь неделю через, на две недели через, это совершенно точно, с чем бы я ни тянула, потому что мы многие знаем, что бывает в нашем случае нам нужны антибиотики, и, соответственно, чтобы получить эти антибиотики, по крайней мере здесь в Италии, и тебе их кто-то должен прописать после соответствующего осмотра и соответствующих анализов. Сейчас, в общем-то, это сделать я не могу сказать, что невозможно, но это сделать гораздо-гораздо сложнее, чем было какой-нибудь месяц тому назад. Прививки детям. Если у вас маленький ребенок, обычно как раз-таки вот до года необходимо очень четко следовать календарю, в особенности это, опять же, в некоторых странах, например, в России, когда Егор пропускал свою прививку в силу того, что он, допустим, болел, был простужен, могу сказать, что потом приходилось снова начинать цикл прививок. Мы знаем, что от определенных заболеваний прививаются, допустим, в три этапа. Вот приходилось начинать снова с первой прививки. В Италии несколько другая практика, возможно, также, потому что несколько другие вакцины. Я совершенно не владею информацией здесь, от чего это зависит. Вообще, в Италии несколько другое отношение и к прививкам, но, опять же, я думаю, что это тоже зависит от препарата, которым детей вакцинируют. Так вот, я бы очень и очень настоятельно рекомендовала мамам детей, которых нужно прививать в ближайший месяц, в ближайшие два, то и три месяца, проконсультироваться, как все это будет. И можно лишь, называется, античепарой, то есть сделать прививку несколько раньше. Например, у Егора, у Егора скоро прививка, на первые числа апреля она назначена. Как все это будет проходить, как это все будет проходить, если будут пропущены сроки прививок, пока на самом деле непонятно. И эту прививку, кстати, можно было сделать чуть-чуть раньше, прямо-таки за несколько месяцев до наступления его 14 лет. Если бы я знала, я бы на самом деле отвела его на эту прививку. Если у вас имеются в доме вещи, либо вообще в вашем имуществе имеются вещи, которые необходимо починить, например, это машина. Мы успели починить свою машину, свою машину, прямо-таки за несколько дней, до того, как была, скажем так, полная, практически полная остановка производства и большинства предприятий. Но у нас случилась также другая неприятность. Упал нож для того, чтобы нож, который предназначен для резки хлеба, у него очень тяжелая рукоятка, и вот таким образом упал нож. На самом деле тяжелые предметы на эту панель падали неоднократно. Многие меня спрашивали, Яна, как вы себя ощущаете со стеклянной кухней? Я всегда говорила, что я прекрасно себя ощущаю. Но вот упал в этот раз нож, и вся панель полностью должна поддержать замене. Я связалась с производителем, я связалась с продавцом этих кухонь. В общем-то, делал зеленый свет, все списались, нашли размеры, потому что в случае со стеклянной, например, панелью, необходимо восстановить полностью размеры раковины, размеры мусорного ветра, который у нас монтирован непосредственно в панель, то есть находится горизонтально. Соответственно, вся эта информация была найдена, была отправлена производителю, но мы сейчас несколько месяцев, я думаю, будем вот такой разбитой панелью, но зато с подчиненной машиной жить, потому что, ну, на самом деле, все производство либо приостановлено, либо работает в каком-то менее, скажем так, интенсивном режиме, но самое главное, непосредственно продавец, у которого я покупала эту кухню, он сейчас, так же, как и многие магазины, не работает, находится в карантине. Соответственно, если у вас есть вещи, которые требуют подчинки, вы должны совершенно точно представлять, что, возможно, когда вы видите на период более жесткого карантина в вашей стране, от страны к стране правила могут действительно очень сильно меняться, то вы можете оказаться надолго с вещью, которая поломана. В нашем случае, если бы мы не починили машину, в принципе, это было бы не критично, учитывая, что мы и так никуда не ездим, но все-таки лучше всегда иметь, скажем так, средство передвижения, как минимум, как минимум исправное, и, возможно, другие вещи, которые можно починить. Я бы предпочла сделать это, скажем так, заранее, если бы знала, что произойдет через некоторое время. Парикмахер, парикмахер, парикмахер. Многие заметили, что у ребят отросли волосы, и, возможно, скоро я действительно возьму ножницы, а все дело в том, почему я не стригу сейчас, по крайней младшую детей сама, все дело в том, что в очередное расхламление я удалила, не знаю, как называется, плащ, который защищает. От того, чтобы волосы падали, парикмахеры используют. Я много раз показывала, что да, я своих детей раньше стригла самостоятельно. У меня есть парикмахерские ножницы, две пары, кстати. И у меня была вот эта накидка специальная, которая позволяет плотно, прилегая здесь, не позволить попадать ни волосам, волосам состриженным, непосредственно под одежду, дети очень на эти волоски реагируют. И я выбросила этот плащ, потому что уже не планировала стричь, дети подросли. Безусловно, любой парикмахер стрижет в разы лучше, чем я. Соответственно, мы перешли, скажем так, на стрижки наших детей в руки, точнее, передали в руки профессионалам. И могу сказать, что мои дети были записаны вот на, опять же, 23 февраля, либо около того, все дети должны были выйти на каникулы. Кто помнит предысторию, знает, что каникулы как раз-таки совпали с началом карантина. И мы должны были отвезти всех детей в паду, подстричься, получить огромное количество радости и удовольствия. Дети очень любят ходить в парикмахерскую. Но потом мы снова перенесли и снова перенесли, пока, в общем-то, парикмахерские не закрыты. Не закрылись, точнее, на данный момент они закрыты. Поэтому, если вам необходимо сходить к парикмахеру, а в случае с детьми это важно, потому что волосы, на самом деле, у них уже на глаза падают. Мне кажется, они скоро могут даже окосеть от того, что постоянно у них какой-то предмет перед глазами. В общем-то, если вам нужно отвезти ваших детей, либо самим посетить парикмахерскую, это стоит сделать. Вот аптека. Наверное, с нее стоило мне начать. Я являюсь мамой, которая практически никогда не имеет запас жаропонижающих средств у себя дома, потому что всегда у нас есть аптека дежурная, и можно посетить аптеку и купить все тебе необходимое. Например, в воскресенье, когда все аптеки традиционно закрыты. Но, опять же, у меня все-таки есть эти средства жаропонижающие, но которых хватит, скажем так, на сутки, возможно, на двое. Я также столкнулась с тем, что один мой ребенок не любит принимать жаропонижающие сложки. Сироп кажется слишком сладким, и он прям-таки не может его сглотнуть, когда в особенности у него температура, и ему не хочется вообще ничего есть. А другой ребенок совершенно не переносит жаропонижающие свечи. Он предпочитает выпить сладенький сиропчик. Соответственно, у меня нет запаса этих средств, потому что никогда ты не знаешь, какой ребенок может заболеть. И могу сказать, что мне пришлось, но, опять же, в самом-самом начале карантина достаточно срочно отправить мы уже в аптеку, чтобы он купил нам все средства первой необходимости, которые можно приобрести в аптеке. И могу сказать совершенно точно, что вот такую аптечку на, скажем так, первое время, когда, возможно, посещение аптек будет затруднено, это то, что я совершенно точно рекомендовала бы сделать. Поэтому, да, посещение аптеки до того момента, пока карантин не стал очень и очень строгим, а, возможно, мы скоро столкнемся с тем, что будет работать, не знаю, две аптеки вместо десяти положенных, точнее, имеющихся в нашем городе. Такое тоже может быть. Я показывала банк, все банки в Италии работают в нормальном режиме. Но, тем не менее, я столкнулась с тем, что, да, филиал нашего банка будет работать по очереди с филиалом, который находится в ближайшем городе. Соответственно, вот такая ситуация, кто знает, может сложиться и с аптеками. Поэтому аптека, посещение аптеки – это то, что нужно, на мой взгляд, обязательно сделать и запланировать. Ну и раз я упомянула банки, я бы точно рекомендовала, несмотря, повторюсь, на то, что почта, банки, все это должно работать в нормальном режиме, я бы все-таки рекомендовала решить все вопросы, которые могут возникнуть в ближайший месяц, если их возможно решить здесь и сейчас, если они гипотетически могут возникнуть в ближайший месяц, это связано с посещением банка, потому что, повторюсь, можно столкнуться с тем, что, да, твой банк работает, но работает его филиал, и филиал находится где-то очень и очень далеко. Либо филиал ближайший к тебе работает в тот день, а ждать ты не можешь, тебе нужно сходить в банк и решить определенные вопросы. Ну что ж, дорогие зрители, вот такие советы могу дать, как человек, который достаточно долгое время находится в карантине, и карантин этот на данный момент является достаточно жестким. Желаю всем, прежде всего, чтобы эти советы никому не пригодились. Желаю всем посидеть в карантине, но чтобы ситуация в вашей стране, в вашем городе, в вашем регионе не была настолько серьезной, чтобы власти были вынуждены вести очень-очень строгий карантин. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.